Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в программе Музея Мания посещаем старейший в Европе и России Авиационно-космический музей, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСАВ России. Мы с вами находимся в первом зале музея, который рассказывает об истории становления российской авиации и о первых самолетах. И вот такие уникальные самолеты у нас здесь представлены. Эти модели делались в 30-е годы. Посмотрите, какие удивительные были деревянные, огромные самолеты. Их создавали первые советские конструкторы. Здесь очень много таких самолетов. Можно изучить их в деталях. Они в точности передают форму и все параметры тех самолетов, которые испытывали на Хайденском поле. Заглянем в витрину первого зала. Посмотрите, какой необыкновенный экспонат. Это зеркала от первых самолетов. Кабины были открыты. И для того, чтобы летчику было удобно посмотреть, что же происходит у него за хвостом самолета, устанавливались такие зеркала. И посмотрите, вот все это оборудование, которое представлено здесь, это не прототип, это совершенно настоящие приборы и оборудование, которое использовалось на самолетах XIX века. И вот эта коллекция самолетиков, тоже сделанная в нашем музее, это самолеты с самого начала XX века. Это, собственно говоря, те самолеты, с которых начиналась русская авиация. Вот еще один совершенно уникальный экспонат. Это первый русский биоротативный опытный образец мотора шестицилиндрового, сделанный в 1908 году. Знаете, вот мы даже можем покрутить его лопасть, увидеть все его шесть цилиндров. Таких моторов практически уже не сохранилось. Вот только в нашем музее можно подробно узнать о нем и его разглядеть и даже потрогать. Мы с вами во втором зале, который рассказывает о развитии авиации до начала Великой Отечественной войны в нашей стране. И главный экспонат, который здесь находится, это гигантская модель легендарного самолета Максим Горький или Ан-20. Этот самолет был сделан в 1933 году и по тому времени был самым большим самолетом в мире. Интересно, для чего же был создан этот самолет в молодом советском государстве? Его назначение – агитационный самолет. Он должен был летать в отдаленные части Советского Союза, садиться на любой площадке. И жители, деревень, сел, малых городов могли заходить в этот самолет. В нем был кинотеатр, в нем была типография, которая печатала всякие агитационные материалы. Такое романтическое время было, и, наверное, самолет был построен для того, чтобы показать всему населению, как же прекрасно жить в Советском Союзе. К сожалению, а может быть, это и символично, самолет этот постигла очень трагическая участь. Он не выполнил ни одного полета, который, предполагалось, разбился. Он в 1935 году совсем недалеко от нашего музея, недалеко от метро «Сокол», нынешнего метро «Сокол». При показательном полете с самолета сопровождения велась киносъемка. И в какой-то момент пилот этого маленького самолета, с которого велась киносъемка, не рассчитал траекторию движения и врезался в крыло Максима Горького. Оба самолета потеряли управление и потерпели аварию. Оба самолета упали на землю. К сожалению, все находившиеся люди в самолетах, это были и женщины, и дети, целые семьи членов экипажа инженеров разбились, все погибли. И на этом история Максима Горького закончилась. Но у нас вот здесь есть удивительный тоже экземпляр, экспонат. Это один из восьми двигателей Максима Горького. Мы с вами в зале, посвященном авиации времен Великой Отечественной войны. Здесь у нас представлены все типы самолетов. Это и бомбардировщики, и истребители, и разведчики, которые участвовали в боях с 1941 по 1945 год. Узнать истории наших легендарных летчиков, истребителей, которые бились в небе над Советским Союзом, а потом уже в небе над Германией. Мы с вами находимся в зале, которая рассказывает о развитии авиации в послевоенное время, о развитии военной авиации. В каждой витрине представлены самолеты в развитии, начиная с конца 40-х по 60-е годы, как то или иное конструкторское бюро, например, Лавочкина, Яковлева, Миги, Сухие, как они развивались. Очень интересно, и подробно можно об этом узнать. А сейчас мы в зале, который рассказывает о развитии гражданской авиации, гражданской и транспортной авиации в Советском Союзе. Подойду к своему любимому экспонату. Это такой прекрасный макет самолета Ил-62. Самолеты фирмы Ил вообще были самыми надежными самолетами в Советском Союзе, и именно вот эта конструкция Ил-62 считалась чуть ли не лучшим пассажирским самолетом в мире. Здесь можно очень внимательно рассмотреть, как был устроен самолет внутри. К сожалению, сейчас мы летаем на Боингах и на Аэрбасах, но очень надеемся, что в скором времени наши отечественные самолеты, подобные Ил-62, снова будут летать в нашей стране. И мы с вами будем летать на отечественных самолетах. Мы в сердце нашего музея в мемориальном кабинете первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Здесь сохранилось все так, как было при Юрии Алексеевиче в феврале 1968 года. Вот эта удивительная, казалось бы, фантастическая модель – это дипломный проект первого отряда космонавтов Юрия Алексеевича Гагарина. 1968 год. Первый отряд космонавтов для своего диплома выбирают проект космического челнока, космического самолета многоразового использования. Казалось бы, еще даже мысли о таком дерзновенном проекте не может быть. Однако вот уже у нас здесь, недалеко совсем от нашего музея, 200 метров располагалась академия от нас, вот эти люди космоса уже думают о том, что можно будет делать возвращаемые аппараты. И мы знаем, что, конечно, эта мечта воплотится в жизни, и полетят американские челноки, и потом, наш замечательный Буран. Но это будет через 20 лет. Во дворе нашего музея стоит вот такой вот настоящий космический аппарат. Это фотон, он вернулся из космоса. Посмотрите, весь в космических шрамах. Наши посетители любят обниматься с этим спускаемым аппаратом и как бы становятся причастным к этой космической истории замечательной. Ну вот, самый настоящий космический спускаемый аппарат. Подобные аппараты были на первых космических кораблях серии «Восток». Первыми покорителями космоса, как всем известно, были собаки. Наши четвероногие друзья. Прежде чем отправить собаку в космос, она проходила множество испытаний. И вот эта тренажерная кабина, самая настоящая тренажерная кабина, в которой тренировался первый космонавт планеты собака Лайка. Под потолком зала парит первый искусственный спутник Земли, запущенный в 1957 году. Это не модель и не макет, это ресурсная копия этого спутника. То есть точно такой же спутник и был запущен. А это ресурсная копия второго искусственного спутника. Он называется биологический, потому что именно в нем и полетела собака Лайка. Скафандр СК-1. Скафандр первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Посмотрите, он оранжевого цвета. Это неспроста. Не знаю, знают ли все, но первые космонавты не приземлялись на Землю в спускаемых аппаратах. Они катапультировались на высоте 7 километров и спускались на парашютах. И вот Гагарин спускался на парашюте в таком оранжевом скафандре. Для чего это было сделано? Оранжевый цвет очень ярко выделяется на фоне неба и на фоне Земли. Для того, чтобы космонавта можно было быстрее найти, придумали сделать наружную оболочку скафандра такого цвета. А это аварийно-спасательный скафандр «Сокол-К». Он был разработан после трагедии с экипажем космонавтов Добровольским, Пацавевым и Волковым. При спуске на Землю космонавты погибли при разгерметизации космического корабля. В то время полета приземления космонавтов происходил без скафандра. И когда корабль разгерметизировался, к сожалению, космонавты погибли. Специально был разработан такой спасательный скафандр с большим запасом кислорода. Также мы можем здесь увидеть, в какой позе космонавты находятся в космическом корабле. Видите, вот так вот к себе подтянуты ноги. не очень удобная поза, однако многолетний опыт космических полетов показал, что она оптимальная. Перед нами совершенно уникальная тренажерная кабина корабля многоразового использования «Буран». Прежде чем полететь, так же как собаки, так же как и все космонавты на этом уникальном корабле, космонавты тренировались вот в такой космической кабине, которая полностью имитировала саму кабину «Бурана». К сожалению, «Буран» был запущен всего один раз в 1988 году, причем в автоматическом режиме, то есть у него не не было экипажа. Однако на Земле экипаж к такому полету готовился. Именно в этой тренажерной кабине и происходил весь тренировочный процесс экипажа, который был назначен для будущего полета «Бурана» с людьми. Командиром экипажа был назначен космонавт Игорь «Волк». И весь его коллектив, который должен был лететь с ним, по его фамилии назвали «Волчьей стаей». И сейчас мы очень надеемся, что рано или поздно наши корабли многоразового использования тоже полетят в космос. Вот загадка для наших зрителей. Это снаряжение космонавтов. В нее входят рыболовные крючки, компас. Вы зададитесь вопросом, естественно, для чего же в космосе рыболовный крючок, компас, нож, свисток, ракетница. Этот носимый аварийный запас появился у космонавтов после случая, который произошел с экипажем Леонова. Наверное, все знают, что они приземлились в глухой тайге, совершенно без снаряжения, зимой, в холод. Несколько суток находились в совершенно ужасных условиях, пока к ним пробивался спасательный отряд. У них не было ничего. Они даже не могли разжечь костер и как-то вообще согреться и себя прокормить. И вот после этой ситуации, которая произошла с экипажем Леонова, теперь каждый космонавт на случай внештатного приземления в каких-то сложных условиях снабжен вот таким вот носимым аварийным запасом. Поэтому, да, у космонавтов есть и рыболовные снасти, и нож-мачете, и компас, и фонарик. Вот такие небольшие космические тайны. Дорогие друзья, мы сегодня в рамках программы «Музей и мания» побывали с вами в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСАФ России. С вами была директор музея Юлия Сегорская. Ждем всех. Спасибо. Спасибо. Спасибо.